Теперь электронная повестка будет полностью приравнена к бумажной. Остался ли способ избежать мобилизации в России, разбиралась моя коллега Полина Евстафьева. Максим – молодой айтиспециалист, работает из гостиничного номера в Стамбуле. Ему пришлось оставить свой дом в Москве и переехать в Турцию. Причиной стала объявленная президентом России Владимиром Путином в сентябре прошлого года мобилизация. Мне до 35 лет. У меня есть опыт службы в армии, звание. И поэтому я понял, что я, попадая под первую волну, уехал, потому что не хочу воевать против Украины. Я выступаю против войны. Многие россияне, как и Максим, после объявления мобилизации решили уехать из страны. Но многим переезд не под силу. Причины разные. Материальные трудности, маленькие дети, незнание иностранных языков, проблемы со здоровьем. Тем временем президентский указ о мобилизации продолжает действовать по сей день. Россиянам продолжают раздавать повестки. Правозащитники отмечают, если хотите избежать мобилизации, игнорируйте повестку. Если же вам ее вручили, ваш главный союзник АГС. Альтернативная гражданская служба. Конституционное право, которое за вами закреплено. Это не значит, что вы должны быть буддистом, адвентистом седьмого дня, не знаю, кем угодно еще, или доказывать каким-то образом свои убеждения, показывать, не знаю, там, крестик на груди или еще что-нибудь. Это значит только одно. Альтернативная служба проходит в организациях, список которых Роструд определяет ежегодно, в зависимости от того, работники каких профессий необходимы государству сегодня. Образец заявления можно найти в интернете, заполнить и носить с собой. Прямо сейчас на экранах вы видите его. По закону в военном комиссариате обязаны принять заявление. Никаких документальных подтверждений, ваших убеждений призывная комиссия требовать не вправе. Срок альтернативной службы – один год и девять месяцев. Список должностей широкий – от разнорабочего и дворника до врача и инженера. Если вдруг так случилось, что все-таки вас там не дома, а где-то на работе, в гостинице, в бане, где угодно это может произойти, все-таки выхватили и поволокли в инкомат, помните, что у вас главные три буквы, которые вы должны зарубить себе на носу. Помните, знайте, что это ваш главный союзник АГС. Заполненное заявление поможет выиграть время. Пока его будут рассматривать, вы можете обратиться в правозащитные организации и фонды. По оценкам разных СМИ с момента объявления мобилизации, Россию покинуло от одного до полутора миллионов россиян. Чтобы не оказаться на фронте, военнообязанные продолжают уезжать и сейчас. Однако после принятия закона проекта о едином реестре военнообязанных и электронных повестках покинуть страну будет сложнее. Полина Евставьева, Белсад. Мы продолжим обсуждать эту тему. К нашему эфиру присоединяется Алексей Табалов, юрист и директор правозащитной организации «Школа призывника». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти новые нововведения, прошу прощения за тавтологию, вероятно, будут приняты уже на этой неделе и вступят в силу. Означают ли они, что у мужчин, у россиян, не останется действительно никакого шанса избежать получения повестки и призыва на войну, если так решит государство, кроме альтернативной гражданской службы? Ну, действительно, шансов не получить повестку практически нет. Повестка будет считаться врученной, независимо от того, получили ли вы ее или не получили, видели ли вы ее в глаза или нет, имели ли вы аккаунт на госуслугах или не имели. То есть теперь это не имеет никакого значения. Военкомат выписал повестку, считается, что она вам вручена. Все. Можно даже... То есть та первая часть наших рекомендаций, что не берите, не получайте повестку, она с этого момента больше не работает. Почему, на ваш взгляд, так спешно принимаются эти нововведения? Зачем это все нужно одним скопом, чтобы не дать россиянам уехать быстро из России? Я думаю, что у Министерства обороны есть определенные проблемы как с мобилизацией граждан на войну, так и с комплектованием призывной армии. Поэтому, чтобы упорядочить, так скажем, этот вопрос, усложнить гражданам возможности убежать, так скажем, от мобилизации или от призывов, вот приняты эти поправки. Да, фактически военная кабала вводится, и прямая обязанность граждан самим практически каждые полгода являться в военкомат и проверять, не выписали ли мне повестку, не хотят ли меня отправить в армию. Какой совет вы бы дали мужчинам, которые сейчас до сих пор остаются в России? Ну, смотря кто эти, что это за мужчины. Если это призывники, то это одна стратегия, если это мобилизованные, то другая стратегия. Для мобилизованных все еще пока... Вернее, не мобилизованные запасники. Для них все еще достаточно все проще. Действительно, тут действует... Если вы не хотите оказаться на фронте, не ходите в военкомат. Да, это будет на вас связано с наложением ограничений определенных, но если вы не хотите оказаться на фронте, не ходите в военкомат. Ну и основная стратегия, как вы говорили в своем сюжете, это реализация права на альтернативную гражданскую службу. Но, боюсь, следующим этапом властей будет уничтожение института АГС. А каким образом это можно сделать? Просто его упразднить? То есть убрать вообще право на альтернативную гражданскую службу? Нет, просто отказывать поголовно в замене военной службы на альтернативную гражданскую и все. Суды, увы, у нас действуют по указаниям сверху. И если такое указание будет дано, то суды будут штамповать нужные решения. Что касается призывников, то у них сохраняются возможности получения отсрочек, сохранение возможности освобождения от призыва по состоянию здоровья и реализация того же права на альтернативную гражданскую службу. Поэтому нужно пользоваться этими инструментами. Если же этих инструментов невозможно ими воспользоваться, ну тогда, как крайний мир, это выезд за границу. Но вы должны понимать, что будете уезжать как минимум до 30 лет. Что с теми россиянами, которые уже уехали из России, сейчас находятся за рубежом? Например, те, которые бежали от мобилизации, когда была первая волна, они как будто находятся в серой зоне, про них в законе ничего не говорится. Коснутся ли их, на ваш взгляд, ограничения? Смогут ли они, например, заменить в консульстве российском свой загранпаспорт, когда их документ истечет? Ну почему? В законе говорится и про них. Все вот эти временные ограничения, которые сегодня приняли депутаты Госдумы, они касаются и граждан, находящихся в запасе, и подлежащих мобилизации, и которые уехали за границу, в том случае, если они не снялись с воинского учета. То есть по-хорошему этим гражданам нужно было сначала сняться с воинского учета, а потом уезжать за границу. Тогда бы военкоматы их не тревожили, не считали бы подлежащими призыву, не слали бы повестки, ну и, соответственно, не накладывали бы ограничения. Вот чтобы этого не произошло в будущем, гражданам, находящимся за границей, нужно сняться с воинского учета. Теперь закон позволяет сделать это удаленно. А что, как вам кажется, что будет дальше? Это подготовка к новой волне мобилизации? Будет ли она объявлена, на ваш взгляд, в ближайшее время? Слушайте, ну, если под мобилизацией рассматривать, в принципе, привлечение военнообязанных граждан на фронт или армию, то мобилизация не прекращалась никогда. Она идет и де юре, и де факто, просто преподносится властями в различных, так скажем, обертках. Если в октябре это была частичная мобилизация, то сегодня эта служба по контракту, когда она будет провалена, она будет точно провалена, потому что 400 тысяч граждан невозможно добровольно привлечь на контракт, то, видимо, перейдут уже к тому, что они открыто называют мобилизацией. А так привлечение граждан на войну идет, продолжалось и будет продолжаться. Алексей, спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо, что нашли время, чтобы выйти к нам в прямой эфир. Нашим зрителям напомню, что с нами на связи Алексей Табалов, юрист и директор правозащитной организации «Школа призывника». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!